Я хочу прочитать много другие стихи, сразу на русском прочитаем, с 12 по 15 стих. 26 глава. Когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третьем году, в году десятины, и дашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, и они будут есть во вратах твоих и насытятся, то скажешь перед Господом Богом твоим, Я устранил посвященное из дома и также передал это левиту и пришельцу, сироте и вдове, во всем по повелению твоему, как ты повелел мне. Не приступал я заповеди твоих и не забывал, не ел я в скорби моей от этого, и не устранил от него в нечистоте, и не давал от него для умершего. Я слышал голоса Господа, Бога моего, делал во всем, как ты заповедал мне. Не зри же из святого обиталища твоего с небес и благослови твой народ, Израиль. И землю, которую ты дал нам, как ты клялся нашим отцам, землю текущую молоком и медом. Знаете, вся эта недельная глава, она в основном, она говорит о благословениях и проклятиях. И вчера здесь тоже была Батмитсва в мире, и она тоже давала толкование о благословениях, проклятиях, о послушании. У нас там перевод, да, есть? Хорошо. И то, что я хотел поговорить, немножко вот как раз о других стихах, которые с одной стороны кажутся странными, это вот про десятины. Но здесь речь идет не про обычные десятины. Если вы посмотрите, здесь начинается так, что написано, когда завершишь отделять все десятины твоего урожая в третьем году. И на самом деле мы думаем, что есть десятина, я принес десятую часть, от денег, и как бы все нормально. В Писании употребляется такое, есть десятины и приношения, или десятины и пожертвования. И в иудаизме, и вообще в понимании, которое мы видим здесь в Писаниях, есть несколько видов десятин и пожертвований. Их на самом деле всего шесть. Если вы думали, что есть только одна или максимум две, то их шесть. И первая из них, это называется трумак доля. На иврите так звучит, трумак доля. То есть это пожертвование, это приношение, большое приношение, которое приносилось только священнику. То есть человек брал из своего урожая, от всех плодов, которые у него были, какую-то маленькую долю. Это не была десятая часть. То, как лежало его сердце, как он хотел дать от себя, отблагодарить Господа, он давал это священнику. Некоторые говорят, что это было минимум два процента. Но каждый давал, как он желал, как было у него на сердце. Он приносил это священнику. Второй вид десятины, она называлась трумат маосер. Трумат маосер. То есть это десятина от пожертвования. Левиты, они получали десятины от израильского народа. И каждый из них должен был, из этих левитов, из этой десятины, которую они получили, должны были еще отдать десятую часть священнику. Получалось, как будто десятая часть из десятой части. Это был второй вид десятины. Трумат маосер он назывался. Тоже шел священнику. А потом были три вида десятины. Именно десятины. Первая из них называлась первая десятина. Она также отдавалась священникам и левитам. То есть человек от всего своего урожая брал десятую часть и отдавал. Это происходило каждый год. Второй вид десятины. Он назывался вторая десятина. И она разделялась на две. Здесь мы в наших стихах читали. В третьем году принеси десятину. То есть десятины давались. Первая, как я уже сказал, первая десятина давалась каждый год. Во второй год и в первый год давались еще дополнительные десятины. Это был второй год, первый год, второй, четвертый, пятый год. Она называлась вторая десятина. И это десятина, которую человек откладывал для себя. Он брал вот эти плоды, которые принесла ему земля. Он откладывал их. И потом во время праздников он должен был подняться обязательно в Иерусалим. И есть их со своим домом, со своей семьей, приглашая левитов, приглашая пришельца. То есть это что-то, что он откладывал именно для себя, для своей жизни, для своей семьи. И с этим он должен был обязательно прийти в Иерусалим. Написано, что он не мог это есть в своих воротах. Если он жил, допустим, в Кириадш-Моне, он обязан был идти в Иерусалим, чтобы исполнить эту заповедь. Если он не мог нести все эти плоды, он мог их обменять на деньги. И потом, придя в Иерусалим, опять должен был купить что-то, что связано с едой, чтобы есть. Вместе со своим домом. И третий вид десятины, это называлось Масер-Они. Это та десятина, которая отдавалась для бедного. Она отдавалась именно в третий год. И вместо того, чтобы отдавать вот ту десятину для своей семьи, именно в третий год откладывалась такая же часть. Но она теперь шла не на себя, не на свое удовольствие, не на свой праздник, а на бедного человека. То есть были всегда в Израиле бедные люди. Как они были раньше, так они есть и сегодня. Они есть в каждой стране. Бедным человеком считался тот, у которого получал какой-то заработок. Заработок, минимальный заработок, когда ему хватало еле-еле на пропитание. Тот человек считался бедным. Сегодня в нашей стране есть разные уровни. Есть, которые живут от автохатах носа или от каких-то пожертвований разных. От страны, есть, которые работают, но получают минимальный заработок. То есть люди, они были бедные. И вот человек, который был более богатый, более богатый, которого было немного больше, он должен был отделять от своих десятин вот для таких вот бедных людей каждый третий год. Но был еще один вид десятины, который мы видим в Писании. И это встречается у нас в тот момент, когда Авраам принес десятину Милхиседеку. Он принес десятую часть от всего, что он имел. Десятую часть от всего, что он где-то выиграл, заработал, получил в подарок. То же самое потом мы читаем про Якова. Когда он шел к Лавану ни с чем. Он сказал, Господь, если ты благословишь меня хоть чем-то, едой, одеждой, что бы это ни было, от всего, что ты мне дашь, я дам тебе десятую часть. То есть от всего. Иногда мы думаем, если я что-то заработал, мы отдаем десятую часть. А если мне кто-то подарил что-то в подарок, это уже не считается. Так вот десятина одна относится ко всему. Ко всему тому, что ты получаешь. Не только то, что ты заработал. Это вот шестой вид десятины. И сегодня многие из этих десятин как бы кажутся неактуальными. Во-первых, нету священников, нету храма. И даже если бы был сегодня, то есть можно найти левитов. Они многие считаются нечистыми. Почему? Потому что нету рыжей коровы, которая бы всех очищала. Если человек хоть когда-либо был на кладбище, прикасался к мертвому, или прикасался к человеку, который был на кладбище, он считается нечистым. Поэтому сегодня на земле все люди считаются нечистыми. И вот десятины не приносятся. Но они, да, отделяются даже сегодня. Есть разделение между отделить десятину, между тем, чтобы ее именно кому-то отдать. Сегодня в Израиле те, кто выращивают какие-либо плоды, выращивают фрукты, овощи. Они берут, они не могут принести это священнику. Они не могут принести это левиту. Они это просто все собирают и выбрасывают в мусор. Но они тем самым все-таки исполняют заповедь. Они, да, отделяют. Самое интересное, что человек, он не мог использовать свои плоды до того, как он отдаст десятину. Он просто не мог. И вот в этих стихах, которые мы читали, он говорит, Господь, я ничего не утаил от себя. Я вынес эту святую, эту святость. Десятина считалась святым, потому что она принадлежала Господу. Она считалась отделением для Господа. И только после того, когда он отдавал, он чувствовал себя хорошо. Но я хочу заметить и обратить внимание на самый последний стих, 15 стих, который мы читали. Где человек, он пришел, он провозгласил вот эти вот слова. То, что он поступил по закону. И после этого он говорит, вот теперь, Бог, призри на меня. Призри на землю Израилю. Призри на Израиль и благослови. И пусть земля даст плоды. И знаете, мы иногда думаем, мы живем, каждый по-своему, каждый поступая, как он считает нужным, по поводу десятин. Но каждый из нас, он желает благословения в жизни. Каждый из нас желает более лучшей работы. Еще преуспевать, еще преуспевать. Устроить свой дом. Может быть, купить более лучшую машину. Мы желаем, чтобы у нас было в жизни благословение. Но здесь мы видим, что человек, он даже не имел права заикнуться перед Богом о таком благословении, если он не исполнил все то, о чем здесь говорилось. Ты не имеешь даже права попросить у Бога этого благословения на твою жизнь, на твое преуспевание, если ты не откладывал эти десятины, если ты не отдавал, если то святое и отделенное ты хранил у себя. Тогда никогда не могло прийти это Божье благословение. Знаете, не только в иудаизме, но, я думаю, в каждой, наверное, религии, когда речь идет о десятинах и мы читаем Писание, Бог, он говорит такую особенную, особенный стих, который говорит о благословении, насчет десятин. И Бога мы не имеем права по Писанию испытывать ни в чем, кроме вот именно в одной вещи, где в Малахии написано, испытайте меня. Сам Бог призывает, испытайте меня, не благословлю ли я вас, не изолью ли я на вас благословения, не открою ли я вам источники небесные. Он говорит, если вы стоите в моих заповедях, если вы отделяете десятины, то и благословение придет на вас. Если мы этого не отделяем, то у нас даже нет права что-либо попросить у Бога, чтобы он благословил нашу жизнь. Но вместо этого приходит что-то другое, когда сатана получает право обкрадывать нас, обкрадывать наши финансы, обкрадывать наши заработки и то, что мы получаем в жизни. Вдруг что-то начинает ломаться, вдруг у нас все время недостаток. Я знаю, что многие из вас встречали такие семьи, а может быть сами такими являетесь, что ты вроде хорошо зарабатываешь, имеешь достаток, но всегда почему-то не хватает. Ты не знаешь, как использовать эти деньги, все время ты находишься в минусе или все время у тебя что-то вдруг появляется, на что ты их тратишь, на одну поломку или на другую поломку. Бог говорит, если ты верен, может быть какое-то время небольшое испытание, когда Бог испытывает тебя, как же ты поступишь? Но если ты проходишь это испытание, если ты остаешься всегда верным, Он говорит, я и залью на тебя благословение. Я могу сказать из личного примера, что я вижу действительно Божье благословение, оно работает. Я вижу, как Бог действительно благословляет, поднимает и укрепляет, и все устраивает. Может быть это происходит очень медленно, но оно да, происходит. Мы иногда видим людей, наших знакомых может быть, которые живут неправильно, которые не знают Бога, они где-то умеют сокращать пути, быстро зарабатывают, быстро поднимаются, но в какой-то момент ты быстро падаешь. Когда ты идешь с Богом, все не так быстро, оно медленно, но стабильно. Бог посылает свое благословение, и мало-помалу ты возрастаешь, мало-помалу ты продвигаешься вперед. Но есть условия, если ты верный, то Бог, Он всегда верный, и ты тогда получишь свое. Десятины и пожертвования, десятины и приношения, это то, что требует от нас Господь. Но все это, оно по желанию сердца. Бог тебя не заставляет, Он тебе предлагает, Он говорит, если ты хочешь, чтобы было хорошо, сделай так. И написано, добровольно дающего, или охотно дающего, любит Господь. Ведь наша вся десятина, все наши пожертвования, это не просто как закон, вот написано, я даю. Можно так поступать, это тоже нормально. Но десятина и пожертвования, приношения, это благодарность за то, что ты имеешь в своей жизни. Это благодарность, которую ты можешь выразить Богу за все то, что Он тебе дает. Просто подумайте, сколько много мы от Него получаем, сколько много мы и не имеем, и не только деньгами. Как Он устраивает все, как Он разрешает наши проблемы. Иногда, да, что-то дает и в финансовом состоянии. И вот твоя любовь к Нему, как ты можешь Его отблагодарить, она выражалась в десятинах. Человек с радостью приносил первые плоды со своей земли, когда он видел, вау, Господь благословил меня на этот раз. И Яков собрал урожай во сто крат, потому что он видел это Божье благословение. Его сердце было открыто, чтобы благодарить Бога. Он научился благодарить Бога. Умеем ли мы сегодня благодарить Господа? И находим ли мы вообще вот это вот понимание, эту мудрость, что наши десятины это благодарность. Это наше сердце, которое направлено к Богу. И вот это вот слово, которым я хотел сегодня поделиться. И можно собрать, пожертвовать. И вот это вот... И вот это все, что... Это все, но это все. И мы сейчас... Продолжение следует...